МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Капитаны бизнеса. Глава Чувашия встретился с предпринимателями республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старт голосования. Фестиваль театральной приволжья вышел на финишную прямую. В роли спасателя МЧС России по Чувашии проводит занятия для чебоксарских школьников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Личный прием граждан – действенный формат взаимоотношений власти и населения. Глава Чувашии в очередной раз встретился с жителями республики. Они приехали из разных муниципалитетов. Алина Александрова живет и работает в Яльчиках. В местном детском саду «Солнышко» 42 года не было капитального ремонта. Когда-то она сама ходила в этот детсад. Сейчас ее ребенок. За это время там ничего не изменилось, а Алине хотелось бы. Ремонт начнется в следующем году, ответил Михаил Игнатьев. И 1 сентября ребята придут уже в обновленный детсад. Вопрос Лидии Ворониной из Новочебоксарска также касался ремонта. Но не здания, а участка дороги. Тогда будет выполнена работа по улице Винокурова. Участок от Пионерской до улицы воинов-интернационалистов. Сейчас вот 100 дворов, 110 мы там сделали. На следующий год денег прилично выделили на дворовые территории. Не менее 200 миллионов рублей. И на улицу воинов-интернационалистов тоже выделяем. Это уже по программе, значит, федеральной. И с точки зрения бюджета и в предусмотренном уже документе почти 50 миллионов рублей на эту улицу деньги предусмотрены. Задача теперь администрации команды Ольги Викторовны Чебрасовой провести все торги своевременно, соответственно. И отобрав подрядчика, подрядчик должен все работы качественно выполнить. Рассчитываем на то, что к октябрю месяца дорога будет сделана. Тарифная политика в сфере ЖКХ, механизм предоставления земельных участков, вопросы оказания медицинской помощи. Эти темы озвучены сегодня в ходе личного приема. Все они будут детально рассмотрены. Встречи в таком формате глава республики проводит не реже четырех раз в год. Кстати, обратиться может любой желающий. Для этого нужно записаться в приемной. Также глава Чувашии встретился с предпринимательским сообществом. Подробности у Дмитрия Ковалева. Чтобы собрать капитанов бизнеса в одном месте, в Доме правительства освободили от столов самый просторный зал заседаний. Среди приглашенных и субъекты малого предпринимательства и директора заводов с многомиллионным оборотом всего более 130 человек. Встреча в расширенном составе – повод подвести первые итоги реализации национального проекта. Все с ростом к факту 2018 года. И здесь самое главное – реальная заработная плата. 102,2%. И мы эту динамику в последние годы как бы удерживаем. Общий объем инвестиций до 2024 года, как вы видите, более 400 миллиардов рублей. Важный показатель – 17 тысяч дополнительных рабочих мест. Большие перспективы сейчас открываются перед машиностроительным комплексом. Новые заказы у предприятия «Промтрактор». Бульдозеры из Чебоксар уже поставляют в крупнейшую корпорацию «Северсталь». Пятилетняя стратегия, она проработана. И основная сложность, которую нам тоже региональная власть обещает помочь, это то, что в последние годы не было вообще никаких инвестиций, даже в поддержание основных средств, не говоря уже о технологии. Касаясь вагонов, конечно, почти 5000 вагонов в этом году не произведут. «Промлита» работает практически там в круглосуточном режиме. Среди приоритетных задач – рост производительности труда на предприятиях. В рамках национального проекта крупные заводы региона осваивают бережливые технологии. На заводах-первопроходцах, благодаря работе экспертов центра компетенций, уже увеличиваются объемы выпуска продукции. Первое предприятие – это «Сейспель». Мы начали работать на нем в декабре 2018 года. Мы смогли добиться повышения выработки на 300%. Но зачастую барьерами для развития экономики, по мнению бизнес-сообщества, становятся нормативные акты, принятые в советские времена. Глава региона отметил, что все изменится с начала следующего года. С точки зрения работы, взаимодействия и с точки зрения предъявления претензий к предпринимательскому сообществу Российской Федерации, так будет меньше. Бизнес поддержат и в рамках программы импортозамещения. Так, на одном из заводов Чебоксар начали выпускать электродвигатели. Но производители рассчитывают на льготы. Закупили сейчас танки. И дальше будет закупаться линия для увеличения ассортимента электродвигателя, опять, который у нас в России не производится. А можем ли мы рассчитывать в этом году или в следующем году, что программа примет на слово внимание, и мы начнем работать? Для субъектов малого и среднего бизнеса финансовые ресурсы становятся все более доступными, отметил Михаил Игнатьев. Сейчас более чем 300 миллионов рублей мы опять получили через Минник. Это по гарантийному фонду. Фонд развития промышленности Минпром готов нам выделить. Там субсидируемые проценты, ставка у нас 5%. В вопросах развития экономики между бизнесом и властями должны быть налажены более тесные контакты, отметил глава региона. Встречи членов правительства с предпринимателями станут постоянными. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика. Новости и передачи национального телевидения. Вы, уважаемые телезрители, теперь сможете смотреть не только на нашем канале круглосуточное обещание под логотипом со звездой, но и на общественном телевидении России, телеканале ОТР. 29 ноября жители 68 регионов получили возможность смотреть в первом цифровом мультиплексе новости и программы местных телеканалов, выигравших конкурс на обязательное распространение в своем регионе. В Республике таким каналом стало национальное телевидение Чувашей. Теперь наши передачи можно найти на девятой кнопке с 6 до 7 утра и с 18 до 19 вечера. Первое включение прошло успешно, а кроме того национальное телевидение по-прежнему можно смотреть через кабельные сети Республики и спутниковых операторов связи, таких как Триколор и Телекарта. В Комсомольском районе открылось новое здание прокуратуры. Районный отдел работает уже 80 лет и за это время у него никогда не было своего отдельного помещения. Переулок Пришкольный, дом 3. Таков новый адрес прокуратуры в селе Комсомольское. Прием посетителей теперь будет проходить в специально оборудованном помещении на первом этаже здания. Беспрепятственно попасть в прокуратуру смогут и маломобильные люди. Для них организована доступная среда. Полагаю, что это все положительно повлияет на организацию работы и осуществление прокурорского надзора для людей, которые будут приходить и на прием, и по рабочим вопросам при проведении проверочных мероприятий. Тоже этот уют будет располагать к добросовестному, порядочному, справедливому подходу при оценке той или иной ситуации на предмет ее соответствия требований законности. Правопорядок будет усиливаться. Новые технологии теперь тоже на службе. Отдельный зал для проведения координационных и межведомственных совещаний оборудован видеоконференц-связью. Местные жители отсюда дистанционно смогут обращаться с вопросами к прокурору республики. В кабинетах сотрудников компьютеры и другая необходимая техника. У каждого оперативного работника прокуратуры имеется свое рабочее место, свой кабинет, что, я полагаю, позволит более оперативно реагировать на все нарушения закона, более тщательно рассматривать обращения граждан, осуществлять прием граждан. И я полагаю, что новое издание позволит прокуратуре Комсомольского района и дальше способствовать соблюдению законности и соблюдению прав граждан на территории Комсомольского района. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии суд вынес приговор 17-летнему подростку из Урмарского района. В конце лета он по неопытности устроил серьезное ДТП, в котором пострадала его пассажирка, односельчанка. Авария произошла 28 августа около 4 утра возле села Русский Нарваш и Янтиковского района. Несовершеннолетний водитель, конечно, без прав, не справился с управлением и на высокой скорости врезался в отбойник. Аладу Приору, принадлежавшую матери подростка, от удара разорвала на две части. Стрелка спидрометра застыла на отметке 180 км в час. 20-летней односельчанке, осужденного, находившейся на переднем пассажирском сидении, причинены различные телесные повреждения. Житель Урмарского района признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неоторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. По результатам расследования внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавшим совершению преступления в образовательное учреждение, где обучается обвиняемый, в сельское поселение, где он проживает, а также в органы внутренних дел. Стартовало голосование за лучшие постановки фестиваля «Театральное при Волжье». Напомню, из всех регионов округа были отобраны по два лучших спектакля детского и студенческого театральных коллективов. Спектакли транслировались в нашем эфире, вот теперь зрители могут оценить их. Фестиваль «Театральное при Волжье» был посвящен году театра, а в нем приняли участие более 7 тысяч молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов ПФО. Школьные и студенческие постановки посмотрели более 100 тысяч человек. Сегодня в Театре оперы и балета встретились те, кто помог состояться фестивалю в Чувашии. Впечатление очень хорошее, потому что наши молодежь, как учащиеся в школах, так и студенты, активно приобщаются к театральному искусству. Несмотря на то, что играют непрофессиональные актеры, действительно, они свою душу, сердце отдали для того, чтобы выразить не только идею автора, режиссера, но приобщить вас к тем проблемам, которые сейчас существуют как в обществе, так и среди молодежи. Я думаю, что, несмотря на то, что год театра заканчивается, все-таки такие постановки будут продолжаться. Напомню, Чуваши в фестивале «Театральное при Волжье» представляли постановку о детской театральной студии «Лицея номер 4» на «Броске судьбы». Режиссер Руслан Медведев и спектакль Межвузовского студенческого театра «Мой дедушка был Вишня». Режиссер Дмитрий Миронов, руководитель Антон Савельев. 30 ноября в 13 часов подведут итоги голосования и определяют победителей в номинациях «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Каждый раз, когда мы собираемся на кружок, получается, Руслан Владимирович, наш руководитель, очень сильно волнуется, каждый раз упоминает об этом, и мы с ним тоже очень сильно волнуемся. Я очень сильно надеюсь на то, что наш спектакль выиграет, что, возможно, мы поедем в Москву. Каждый житель ПФО может отдать голос за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру. 8 800 350 35 43. Позвонить можно прямо сейчас. В Чебоксарах наградили победителей Всероссийского творческого конкурса среди мастеров народных промыслов. Он был посвящен столетию образования чувашской автономии. Организатором выступил республиканский бизнес-инкубатор. Керамика, чувашская вышивка и резьба по дереву. Красочная экспозиция, пестрит многообразием идей. Творческий взгляд и кропотливый труд дают поистине удивительные результаты. Среди 60 мастеров как опытные, так и начинающие ремесленники. Победителем конкурса стала мастерица из Мариинско-Посадского района Ирина Ефимова. Она удивила жюри двухслойной вышивкой, дающей объемный эффект. Очень рада, но неожиданно получилось. Не ожидала, что первое место прям. Я выбрала исконно-чувашскую как бы тематику. Вид искусства. Чувашская вышивка национальная, ручная. Мне нравится, наверное, цветом, стилистикой, что геометрия своя, свои правила. Чебоксарка Ирина Федорова делает керамические изделия более 20 лет. Технология изготовления стара как мир. Вот только глина становится послушной далеко не в каждых руках. Гончар уверена, для того, чтобы получилось произведение искусства, в гибкий материал нужно вложить душу. Всегда мы к конкурсам готовим что-то новое, то есть из работы. То есть заново переосмысливаем, можно сказать, нашу чувашскую тематику. Листаем всевозможные источники. И всегда хочется что-то новое придумать. Вот в этот раз я придумала вот такие колокольчики. Использовала здесь чувашские орнаменты наши. На руку тоже образы. Тут птичка, здесь дерево. Ну вот это полностью ручная работа. То есть он даже не на гончарном круге сделан, полностью слеплен руками. В конкурсе народных промыслов участвовали мастера из четырех регионов России. Кировская, Архангельская область, Мордовия и Татарстан. Эта взаимная связь, она, я думаю, очень значима и очень важна для мастеров. Работа очень на высоком уровне, очень профессиональная. Это очень-очень радует, потому что каждым разом мастерство растет. И поэтому тем гостям, которые приедут в нашу республику на праздник, на столетие, то можно будет выбрать достойные сувениры. И не будет вопроса, чтобы где найти, что найти. Это сувениров очень много и разных жанров. На празднование столетия Чувашской автономии приедут много гостей. По работам мастеров и будут судить, как в республике хранят культуру и искусство своего народа. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика. МЧС России по Чувашской республике уделяет большое внимание обучению азам безопасности подрастающего поколения. На очередном занятии в 37-й Чебоксарской школе побывала наша съемочная группа. Сергей Аршинов уже 13 лет работает спасателем. Говорит, что это не работа, это дело всей жизни. В этом году по результатам конкурса «Созвездие мужества» он признан лучшим инспектором государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Чувашской республике. Это его вторая победа в фестивале профмастерства. Главной своей задачей Сергей Аршинов считает предупреждение опасных ситуаций на природе. Он много общается с детьми и подростками, учит их правилам поведения на воде. Такие занятия мы проводим постоянно. В школах, где есть бассейны, это вообще замечательно. То есть дети видят, как реально это все, более к реальному относятся, как это все происходит. Но у кого нет бассейнов, мы просто проводим в спортзалах, в классах мероприятия. Просто объясняем, для чего нужны средства спасения и как ими пользоваться. И дети с раннего возраста знают это. Несмотря на юный возраст, школьники серьезно относятся к занятиям. Они учатся подавать спасательный круг, надевать спасательные жилеты и оказывать первую помощь пострадавшим на воде. Уметь оказывать первую помощь очень важно. Вода не прощает беспечности. Особенно она опасна для детей. Не устает повторять Сергей Аршинов. Услышать его советы и рекомендации можно в эфире ТВАН-радио в детской программе «На одной волне с МЧС». Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика. В Чебоксарах прошел всероссийский эстрадный конкурс чтецов Всероссийского общества «Слепых и живое слово». Для участия в конкурсе собрались мастера разговорного жанра из 17 регионов страны. Иди, не береги себя, не сжайся, не плачь, не умиляйся над собой. Пусть не видят глаза, но душа не слепа. Люди с нарушением зрения чувствуют этот мир душой. Слово для них имеет огромную силу. С его помощью можно полюбить, порадоваться, утешить и помечтать. Каждый участник конкурса – настоящий мастер разговорного жанра. Вот я наблюдала за конкурсантами. На самом деле и слушать, и смотреть очень приятно. Звучание чувашского языка на сцене – это целое открытие для участников из других регионов. Здесь родное слово, как порой для знакомства. Конкурс у нас всероссийский. Приехали из других регионов. И мне хотелось прочитать чувашское произведение. В числе участников Елена Ермакова из Екатеринбурга. В душе она – философ. У меня была сборная сюжетно-тематическая композиция «Часы». Потому что меня очень интересует проблема времени. Это такой феномен неуловимый, такой и ускользающий от нас незаметно. Выступления на сцене чередовались со встречами с близкими по духу людьми. Разговоры о литературе, обмен опытом. Участники вернутся домой с личным багажом знаний, желанием творить. Это дорогого стоит. Следующая неделя пройдет под знаком кино. В столице республики стартует Всечувашский кинофестиваль «Асам» уже в четвертый раз. Будут работать три площадки. Авторы представят 33 фильма, 18 документальных, 8 игровых и 7 вне конкурсных. Посмотреть все произведения можно бесплатно. Лучших авторов ждут награды. Такие же статуэтки и дипломами награждаем людей, которые много сделали для развития чувашского кино. Вот первыми обладателями такого подарка, диплома, у нас были Максим Кошкинский и Таня Юн. В форме национального орнамента это вода, это земля. На земле в форме чувашского орнамента это две змеи. В форме столба это фигура девушки, которая держит руками солнце. К празднику готова речь про столицу республики. Чебоксары украсили к Новому году. Украсить город к 1 декабря. Такую задачу поставил глава Чебоксарской администрации Алексей Ладыков. У каждого района столицы своя концепция. В Калининском главными праздничными площадками станут территории, благоустроенные по программе формирования комфортной городской среды. Это хозяйские скверы и площадка перед торговым домом Шапашкар. Здесь у фонтанов мы установили 15-метровую елку. Украсили. Это районная елка. Открытие которой состоится 24 декабря. Мы вас приглашаем. Расцвел сад Сакуры на 25 торшерах. Город украсили заранее, чтобы создать жителям новогоднее настроение. Судя по всему, это работает. Ну вот, если говорят, что мы живем 1985 года и знаем, как было, и стало в прошлом году, как здесь шикарно, такую зону отдыха сделали и для детей, и для взрослых, и для молодежи. Новый взгляд на световое оформление, украшение витрин магазинов, праздничная архитектурная композиция – все это выстроено в единую концепцию оформления. Вдоль основных столичных магистралей на деревьях зажглись гирлянды. Это главные новости к этому часу. До свидания. Дубленки, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. Ярмарка «Ермак» в Чебоксарах готова к зимним холодам. Мы привезли новую зимнюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно удивит вас своим ассортиментом. Более 5000 номинований курток, пуховиков, дубленок, пальто премиум класса. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. В коллекции «Зима-2019» большое разнообразие дубленок. В этом году у нас поступило большое количество дубленок. Дубленки из искусственного материала, декоративного искусственного материала с лазерной обработкой. Дубленки украшены натуральными мехами, очень приятные, мягкие на ощупь. Приходите. Оптовые цены и широкий размерный ряд – весомые преимущества ярмарки «Ермак». Например, осеннюю куртку можно купить всего за 2480 рублей, а теплую зимнюю за 3700. Пришла в магазин «Ермак» купить куртку. Нашла себе подходящую, очень красивую, элегантную, весена приемлемая. Валентина Моисеева на ярмарку приехала из Новочебоксарска. В итоге куртку купила и себе, и мужу. Приехали снова в Новочебоксарск купить себе верхнюю одежду. Очень понравилось в «Ермаке» нам. Одежда очень удобная, молодежная. И всегда цвета красивые и фасоны красивые. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены. Ярмарка «Ермак» расположена в Чебоксарах по адресу Максима Горького, 49. Актуальные цвета, стильные фасоны и оптовые цены.